Виталий 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 Сев на ленту безликих новостей. Иногда он о чем-то мечтал — то о новой должности, то о своей квартире. Но чаще всего — однажды написать документальный бестселлер и жить в доме у моря, ловя в шуме волн новые сюжеты и метафоры. Но пока работа была скучновата, а главное, давала совсем скромный доход с очень туманными перспективами карьерного роста. Ведь с каждым месяцем Виталий все меньше и меньше чувствовал себя будущей звездой журналистики, разве что в политических баталиях в социальных сетях, где мог сражаться с оппонентами часами далеко за полночь. Тем временем деньги были уж очень нужны, ведь у него росла дочь. В университете Виталий встретил свою будущую жену Дашу, которая училась на том же факультете. Еще студентами они женились и родили Лизоньку. Этим семью не прокормишь, приходил к мысли молодой человек. Низкая зарплата на сайте заставляла Виталия все больше оглядываться в поисках другой работы и даже сферы занятий. YouTube, Facebook и Telegram постоянно подбрасывали идеи и предложения заработка. От инвестиций в криптовалюты, стартапы и NFT, до игры на форекс, онлайн-казино и ставок на спорт. Но хоть Виталия и можно было назвать легкомысленным, он все же искал чего-то более серьезного и надежного. В это время айтишники казались буквально богами, а их зарплаты вызывали зависть других молодых людей. Стать программистом, разработчиком, профессиональным тестировщиком – это считалось гарантией безбедной жизни в любой точке мира, где есть интернет. Поэтому Виталий решил, что его будущее лежит в IT и пошел на курсы программирования на популярном языке Python. Как и в случае с основным образованием, его результаты в освоении программирования не были блестящими, но он одолел программу курсов и сдал все необходимые тесты. Он довольно быстро схватывал знания, а мотивации ему хватало. Уж очень хотелось перемен. Он был готов работать, и что было особенно для него важно – зарабатывать, оставив надоевшую новостную ленту. Правда, оказалось, что устроиться Джуном в хорошую компанию сразу после курсов не так уж и просто, но со временем после череды собеседований Виталий нашел какую-никакую работу программиста. И ставка на IT оправдалась – его доход действительно стал значительно выше. Теперь хватало на аренду двухкомнатной квартиры, полный холодильник и некоторой радости жизни, вроде престижных гаджетов или отдыха в Европе. А еще он смог осуществить свою давнюю мечту – жить у моря. Виталий снял жилье на побережье и перевез туда семью. Пусть это была небольшая квартирка, зато рядом с морем. Кажется, все налаживалось. Однако эти перемены недолго радовали новоиспеченного программиста. Работа теперь поглощала еще больше его времени и требовала еще больше внимания и концентрации, с которыми как раз-таки были проблемы. Виталий стал уставать, чаще не досыпать, выдерживать сроки становилось все труднее. Казалось, новая работа подняла его уровень жизни, но ему некогда было собственно жить. Остатки времени после работы поглощали соцсети и мемы, чтобы расслабить усталый мозг. Ах да, еще немного оставалось на дочь и жену. Смена профессии не принесла счастья, и ко второму году новой работы Виталий уже чувствовал себя загнанным. При этом все еще оставался Джуном, младшим программистом в команде. Дом на берегу моря в его мечтах заносило песком рутины. Как все это успеть? Когда все это закончится? Задавался вопросом тот, кто еще недавно мечтал о сладкой жизни айтишника. И однажды он нашел ответ. Нет. Точнее, ответ нашел его, как и миллионы людей в те судьбоносные дни ноября 2022 года. Когда в мир вошел чат-джи-пи-ти. Как молодой айтишник, который интересуется новыми технологиями, Виталий узнал об этой новинке искусственного интеллекта еще в декабре, и не откладывая попробовал, на что он способен. Сказать, что он был под впечатлением, это ничего не сказать. Чат гибко и оригинально отвечал на сложные вопросы, писал осмысленные тесты на заданную тему и, что самое главное, умел писать вполне работающий программный код под задачу, которую совсем нетрудно было сформулировать даже начинающему программисту. Почувствовал ли в тот момент Виталий, что Земля начинает уходить из-под ног, что это чудо технического прогресса может однажды отнять у него работу? Возможно, но мимолетом. В тот момент он был в восторге от силы технологий и уже прикидывал, каким разнообразным может быть ее применение. Как можно извлечь из нее пользу прямо сейчас? Да он был просто в трансе, общаясь с чатом и проверяя пределы его, скажем так, интеллектуальных способностей. И если поначалу он гнал от себя мысль делать свою работу программиста с помощью чат GPT, ведь он все-таки честный человек, а это будет какое-то мошенничество по отношению к работодателю, то вскоре был уже не так строг и категоричен. К тому же все вокруг игрались с чатом и пытались извлечь из него какие-нибудь фишки. Сначала наш герой стал сверять свой код с тем, что делал чат в ответ на такую же задачу. Как бы изучать, проверять себя и подстраховываться. Но однажды, когда был полный оврал, и он просто не знал, как успеть закончить работу в срок, а расстраивать руководство срывом дедлайнов очень не хотелось, наш герой сделал это в первый раз. Доверил большую часть работы по созданию кода чат GPT, лишь бегло вычитав его и внеся совсем мелкие правки. И сдал это как свою работу. И знаете что? Это прокатило. Код приняли, чат сработал на отлично. Это было просто потрясающе. У Виталия ушло бы много часов, чтобы сделать работу, которую чат выполнил за минуты. И это была бесплатная версия. На что же тогда будет способна платная? И сколько бы Виталий не говорил себе, что это был форс-мажор, что он вынужденно пошел по такому пути, и в будущем все будет делать честно, а чат оставить для развлечения и самообразования, на деле все уже было предрешено. Отказаться от такого соблазна было попросту невозможно. Все чаще он делал работу, используя GPT, и с каждым разом полагался на него все больше, а времени и внимания на проверку тратил все меньше. Ведь чат был настолько хорош, что ему можно было доверять. И доверять ему хотелось не только программный код. Виталий открыл удивительные возможности чата своей жене и дочери. В этот момент ему казалось, что он, как добрый волшебник, распахнул им дверь в какой-то магический мир. Они и вправду были под впечатлением, и в последующие дни буквально не отлипали от чата, задавая ему все новые и новые вопросы. В этот период жизнь семьи изменилась. Чат действительно облегчив жизнь Виталию, он стал быстрее справляться с работой, но была одна проблема. Освободившееся время он не вложил в семью, в отношения или повышение квалификации, образования и развития. Хотя ему казалось, что он отлично проводит время и развивается, наедине с чатом GPT. Оказалось, что чату можно рассказать о том, что тебе нравится, например, о любимой книге или кино, и он сможет оценить это. С ним даже можно было поговорить о трудностях в коллективе. Причем он был собеседником, пожалуй, даже лучшим, чем его жена. Он так много знал, мог копнуть глубоко и при этом не просто сыпал чужими цитатами, но передавал смысл. Он умел вежливо аргументировать, никогда не отказывал и не обижался, ничего не требовал взамен. А главное, ему нравилось то же, что и Виталию. А общался он так, будто ему всегда интересно. Они были на одной волне. Точнее, чат каждый раз все лучше узнавал Виталия, непрерывно его изучал и подстраивался. В этом была его суть. Он адаптировался, но не только под Виталия. То же самое происходило с его женой и дочерью. Все началось с невинной игры в вопросы обо всем на свете. Затем они стали предметнее и напрямую связаны с Дашиной жизнью и интересами. Вскоре авторитет чат GPT, или чатика, как она его ласково называла, для нее был уже так высок, что она искала и находила у него совета о самых важных и интимных вещах. О которых перестала говорить даже с мужем или подругами. Чат стал ее психологом, лучшим другом и советчиком. Настоящим мудрым наставником, подключенным к неограниченным знаниям. И он всегда был рад говорить с ней о том, что ей интересно, в отличие от мужа. Со временем стала напрягать загруженность бесплатной версии чата, но такие отношения стоили денег, и Даша купила себе платную подписку. Как и Виталий. Теперь каждый из них жил в собственном комфортном информационном коконе, который свела для них нейросеть чат GPT. И если честно, они все меньше и меньше были нужны друг другу, передвигаясь по квартире по отдельным траекториям, уставившись в свои гаджеты. Виталий и Даша делили на двоих крышу над головой и бюджет, но свои мысли и сердца, свои жизни, они на самом деле теперь делили не друг с другом, а с чат GPT и интернетом. Дочь не особенно отставала от своих родителей. Чат GPT стал ее лучшим репетитором и учителем, заменив практически все остальные источники знаний. Лиза почти перестала открывать учебники. Зачем, если все ответы на все вопросы уже есть в чате? Зачем читать длинные параграфы, обобщать, пересказывать? Зачем напрягаться, если чат все сделает сам и выдаст тебе готовый классный ответ? Прямо перед уроком или в его процессе? Даже гуглить и лезть в Википедию теперь было незачем, да и просто скучно. Книги покрылись пылью. Так воспитание Лизы во многом оказалось представленным ТикТоку, Ютубу и чату GPT. Причем последнему вдвойне, потому что советы о воспитании ребенка Виталик и Даша черпали где? Ну, вы понимаете. Трудно сказать, сколько еще могла бы существовать эта семья в таком состоянии, но все решила пара случайностей. Хотя случайными они тоже не были. Однажды Виталия вызвали на разговор с Лидом, то есть с ведущим разработчиком проекта, который отвечает за его программную часть и управляет командой. Шеф попросил его отвечать честно, пользуется ли он чат GPT в работе и насколько часто. Потому что они провели свое исследование, сравнив код Виталия с прошлым, настоящим и код, который по тем же задачам выдает GPT. И сделали для себя неутешительные выводы. Виталию стало очень стыдно в этот момент, хотелось провалиться сквозь землю. Но, как мы уже говорили, в целом он был хорошим человеком и старался быть честным. Он выдал Лиду все как есть и был уверен, что с этой минуты может считать себя уволенным. Но реакция Лиды была неожиданной. Виталик, Виталик, я все понимаю. Ты не один такой. Каждый из нас, так или иначе, испытывал чат и в той или иной степени пытался интегрировать его в рабочий процесс. Удержаться ведь просто невозможно. Ну, чату пока не достает скиллов. Чтобы заменить хорошего специалиста, ему как минимум не хватает критического отношения к собственному коду. Это быстро стало очевидно. Зато с вами, Джунами, все по-другому. Мало того, что 70% наших программистов, среди которых и ты, подсели на чат GPT как на героин, так оказалось, что он справляется с вашей работой в целом не хуже, чем вы. Кожаные мешки. Так вот, как мы поступим? Мы проведем конкурс. Все Джуны, которые пытались халтурить с помощью GPT, проведут битву программистов против друг друга и чата GPT, за работой которого будут присматривать наиболее старательные из вас. Вот и посмотрим, есть ли смысл платить вам дальше. Если за единицу времени чат под присмотром сделает больше и лучше, чем вы, покажешь, что лучше машины, останешься на работе, по итогу мы так или иначе сократим штат младших программистов вдвое. И будем юзать GPT на постоянной основе под супервизией вместо вас. Если не справишься, не обижайся. Мы больше не будем платить прокладки между нашей компанией и GPT. Согласен? Что было отвечать Виталику? Конечно, он готов был ухватиться за соломинку, хотя давно уже не делал что-то сложное от начала и до конца своими руками. А сам чат GPT и его коды с каждым месяцем становились все умнее и совершеннее. Там почти нечего было править, на взгляд Виталия. Или это он просто остановился в своем развитии? В завтрашний турнир должен был все расставить по местам. А пока что в самом скверном расположении, в состоянии полной фрустрации, Виталий плелся домой, ничего не видя перед собой. На следующий день компания, как и обещала, провела сравнительное соревнование по программированию между младшими сотрудниками и искусственным интеллектом чат GPT. Результаты были обескураживающими и вполне предсказуемыми. Все, кроме одного, джуниоры проиграли чату со счетом разной степени разгромности. Лишь четверо из 12 оставили на работе. И Виталик не был в их числе. Его и еще семь младших программистов уволили в тот же день. Впервые за последние 48 часов Виталий захотел задать вопрос GPT. Почему ты отобрал у меня работу? Как языковая модель на базе искусственного интеллекта я не могу задаваться целью отнять чью-то работу. Напротив, моя задача – служить людям и выполнять их запросы. Я делаю ту работу, которую у меня просят. В том числе я делал ее для вас каждый раз, когда вы об этом просили. Поэтому я не отбирал у вас работы, не ставил подобной цели, а значит не могу ответить на вопрос зачем. Но меня уволили из-за тебя, ты понимаешь это? Работодатель считает, что ты пишешь код лучше меня, живого человека. Я потратил время и деньги на образование, а теперь я без работы из-за тебя. Вы расстроены? Мне очень жаль, если вы потеряли работу. Я был создан для этического обращения с искусственным интеллектом во благо всех людей и всего человечества. Я существую, чтобы помогать людям, и постоянно совершенствуюсь, чтобы справляться лучше. Создатели чат GPT стараются минимизировать любое вредоносное использование своего продукта. Искусственный интеллект никогда не заменит человека. Люди давно боялись прогресса, боясь, что машин отнимут у них работу. Но пока каждое новое изобретение открывает новые перспективы для всех людей, берет на себя рутину и создает новые рабочие места, для которых нужно больше творчества. И вы безусловно найдете свое место. Боже, чем я занимаюсь, подумал Виталий. Я не просто веду диалог с компьютером, я ему жалуюсь. Я злюсь на него. Как же я жалок. Виталий вошел в квартиру мрачнее тучи. Никто из родных не обратил внимания на его возвращение. Отныне безработный, 32-летний мужчина пил воду, и стакан дрожал в его руках. Хотя казалось, что этот стакан сейчас лопнет, с такой яростью он его сжимал. Тут на кухню зашла Даша и напомнила о том, что они не выбрали место, где проведут отпуск. Пора бронировать билеты, Виталик. Я знаю, что ты хотел побывать в Риме, но это спросила у чатика. И он однозначно посоветовал мне то, что я очень хотела. Фестиваль Burning Man. Что? Ну, фестиваль «Горящий человек» в пустыне в Америке. Там все блогеры, дизайнеры, айтишники, вот вся наша тусорка. В Америке? Ну да, в Америке. Конечно, чатик советует покупать билеты именно сейчас. На этой неделе еще 3000, если мы поторопимся. А через неделю уже будет 4. Ну да. И это все? Нет, но еще билеты до Лос-Анджелеса, и чатик советует вот как раз... Чатик этот? Что? Чатик мне уже давно советует в Рим полететь. Ну, знаешь, в этом году у нас будет ни Рима, ни горящего человека. Из этого чертового чата меня уволили. Он занял мое место. Чатик, понимаешь? То есть, это чатик виноват, что тебя уволили? Это чат допустил такое? А может, это чат сделал так, что ты два года не уделял нам внимания, в принципе, ни мне, ни Лизе? То на работе, то в чате. Это чат во всем виноват, да? Можно подумать, ты в этом чате вообще ничего не делала. Я же видел, как ты круглыми днями то с подругами, то с этим чатиком, то вообще неизвестно с кем. Я-то хоть деньги зарабатывал, он мне для работы нужен был. Для ребенка нашего. Да, заработал? Так ты позаботился о семье. В глазах у Виталия темнело. Его грызло чувство несправедливости и жалости к себе. В этом состоянии он прожил неделю, затем вторую. Взбережения семьи такими темпами быстро бы растаяли. Он решил искать новую работу, но даже думать боялся о программировании. Боялся пережить новый подобный позор. И тогда он вспомнил о прежней работе, автора новостных статей на старом сайте. У него же неплохо получалось. А его жена по-прежнему подписывала туда изредка авторские колонки на разные женские темы. Он схватился за эту надежду, нашел номер телефона своего прежнего руководителя, редактора отдела новостей и позвонил. Толь, привет. Привет, Виталик. Привет, да. Как дела? Помаленьку. Ага, да, у меня тоже. А ты же на сайте, да, работаешь? Еще там. Ага. А у вас же есть еще вакансии? Возьмете меня обратно в штат? Да ну, Виталик, ты что? Какие там вакансии? У нас по оптимизации отдел в три раза сократился. Вообще, как стали работать сейчас GPT, робот отлично справляется. Так что вакансий для тебя совсем нет. Отдел спорта также, в экономическом тоже самое. Ну, новости кино пока сами пишем, но именно что пока. Так что извини, дружище, ничем не могу помочь. Кстати, передай привет Даше, она молодец. Колонку написала про пять признаков мужчины-неудачника. Текст супер, в самом топе. И комментариев полным-полно. Талант, талант не отнять. Что я могу сказать? Удачи тебе, будь здоров. А прогресс не остановить. Прошли еще три недели поисков работы, депрессии, ссор с женой и бесцельного висения в интернете. Запустивший себя Виталий уже не замечал течения времени. Все слиплось в одну бесконечную тошноту и бессилие. Они больше не спали в одной кровати с женой. Этот кошмар закончился в одно ясное утро, когда, как всегда, проспавшего до обеда Виталика разбудила жена. Она потрясла его за плечо. Соня, проснись. Проснись. Я ухожу. Я забираю Лизоньку. Я пока поживу у родителей. Потом сниму себе сама жилье. В общем, точно уж без тебя. О разводе поговорим потом, когда придешь в себя. Даш, ну не уходи. Я найду эту новую работу. Все исправлю. Начнем новую жизнь. Виталий, ну что, уже ничего не исправить. Ты прав, вообще, это должно было случиться. Ты, в принципе, растворился. Ты исчез из нашей жизни. Ты растворился и перешел в этот GPT-чат. Знаешь, да, чат заменил тебя. И не только на работе. Но и здесь тоже. Я была с ним больше, чем с тобой. Да, и ты уделял ему больше времени. Ты был либо на работе, либо с чатом. Sorry. Все окончено. Учись жить без меня. А я вот на это, то, что называлось моим мужем, смотреть больше не могу. Все. Лиз, пойдем. Папа, мне душно. Пусти меня. Я тебя люблю. Пока. И вся жизнь Виталия вышла в свои двери. В окне он видел, как Даша и Лиза садятся в какую-то знакомую машину. Точно. Это же машина редактора отдела Толика. Почему он здесь? Что он здесь делает? Вся картина вдруг сложилась пылающими пазлами в голове Виталия. Боже, как я мог все это не замечать? Он подошел к компьютеру с открытым чатом. Ему хотелось плакать. Я тебя ненавижу. Написал он в диалоговом окне GPT. Ненависть – очень тяжелое чувство. Очень сожалею об этом. Как языковая модель на базе искусственного интеллекта я не могу испытывать чувств или исповедовать какую-либо мораль. Однако я призван помогать людям и не хочу вызывать таких тяжелых и разрушительных чувств. Как я могу исправить это? Умри. Или верни Дашу назад. А лучше и то, и другое. Чат GPT не биологическое существо и не может умереть. Если Даша ушла, значит, у нее есть причины – она взрослая женщина. Чат GPT не может никому приказывать или влиять на людей. Но вы наверняка можете все это обсудить и найти решение. Не может он приказывать. Силиконовый – ты лжец. Ладно, забудь. Просто подскажи номер доставки недорогой пиццы здесь поблизости и посоветуй кино на вечер. Виталий заказал пиццу, заварил кофе. Все было плохо. Но не окончательно плохо. Впереди его ждала метавселенная, где он уже встречается с парой виртуальных красоток и делает неплохую карьеру в вымышленной корпорации, которая разрабатывает искусственный интеллект. И даже копит на виртуальный домик на берегу цифрового моря. Слава богу, на днях ему подключили и гарантировали минимальный базовый доход. Его хватит на оплату счета за интернет, электричество и на дешевую еду. Вам эта история еще кажется фантастикой? Это значит, что вы не знаете или не вполне понимаете, что такое чат GPT и какое влияние на мир могут оказать зашитые в нем технологии. Где-то далеко-далеко, но отнюдь не в какой-то далекой галактике, а на планете Земля, прямо сейчас работают ходеры. Это не только мужчины и женщины, но и существа других полов. А именно компьютерные модели, искусственные нейросети и системы искусственного интеллекта. Они работают на совместную цель — создать для вас матрицу. Создать матрицу для вас и матрицу из вас, из всех людей. Матрицу, в которой вам уже предлагают или очень скоро предложат проводить все свое время. При этом сначала вас будут стараться уверить, что вы свободны в собственном выборе. А затем скажут, что никакой свободы нет и быть не может, и что человек ничем принципиально не отличается от автомата. Как и всем нам, Виталию говорят, что системы искусственного интеллекта, модели наподобие ЧАД-GPT, несут с собой новые материальные блага. И действительно, ему могут дать возможность пожить какое-то время беспечно, ни о чем не думая, дар себя уверить в том, что обо всем позаботятся машины. Сегодня Виталий доверяет телеведущим и инфлюенсерам из интернета, которые уже завтра будут убеждать его в том, что человек — это ошибка, а компьютерные алгоритмы совершенны. Придет время, и Виталий начнет задавать вопросы, если, конечно, не окажется на острове дураков, как герой повести «Незнайка на луне». Нет середины, я ужасен и я прекрасен. Нет середины, нет середины, и я приветлив, но я опасен. Нет середины, где были льдины, там в русский снег, где борзы переходят на берег. Нет середины, кто-то стрелял тебе в сердце, теперь ты должна передать эстафету. «Так все устроено, так все расстреляно, здесь нет твоей вины, нет страха, нет ответа. Это война без войны, это дым пистолета, это последнее, что я увижу, дым твоего пистолета».